К нашему эфиру присоединяется Наталья Попова, советник главы Харьковского областного совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Окупанты продолжают террор освобожденных населенных пунктов Харьковской области. Вот под обстрел попали 14 населенных пунктов. Какие, по вашим данным, там последствия? Начнем с того, что вчера нанесли ракетный удар. Это было примерно 2-30 дня по зданию колледжа на территории Купенска. Мы буквально проехали там за минуту до этого. Слава богу, здание было пустым, поэтому обошлось без пострадавших. Но рядом с этим зданием находился частный сектор. И вот такие удары днем, когда по улицам перемещаются машины, ходят люди, но они показывают циничность нашего врага. Также была обстреляна сегодня с утра кавшировка, где ранение получил сотрудник экстренной медицинской помощи. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Село Вильча, Чигуевский район, где удары наносились по частному сектору, как и в двурече Купенского района. Поэтому продолжаются обстрелы, террор просто гражданского населения. И это очередной раз подтверждает то, что на данный момент, к сожалению, надо оккупированные территории возвращаться в Харьковскую область и рано. Харьковская область на сегодняшний день также является наиболее загрязненной, взрывоопасными предметами. И в смертельные ловушки постоянно ведь попадают люди. Волонтеры будут помогать спасателям, информировать людей из деоккупированных территорий о минной опасности. Вот как это будет происходить? Какое количество людей задействует? И когда вот старт этой инициативы? Ну, помимо всего прочего, я хотела бы сначала сказать, что на территории Харькова и Харьковской области работают сведенные отряды, объединенные саперов с территории всей Украины. Это показатель того, что в Харьковском регионе одна из самых высоких степеней загрязнения взрывоопасными объектами. Это САЭМа волонтеров, которые будут информировать на декупированных территориях. Сейчас проходили занятия, это совместный проект военной администрации, при котором первоначально обучают самих волонтеров. И позже, в ближайшее время, они начнут выезжать на встречи с другими структурами, с гражданскими, для того, чтобы донести до них, каким образом нужно поступать и что необходимо делать в случае, если вы нашли взрывоопасный объект. Но самая простая инструкция в этом звучит просто. Пожалуйста, как минимум позвоните 102 и не подходите к объекту. Потому что даже несколько недель назад и до этого на территории Харькова Велозаводская улица, мы находили невзорванные снаряды, которые необходимо было выезжать, это сам Харьков, забрать и обезвредить. А это там была жилая зона, где находили эти снаряды, или промзона? Что это было? Это двор многоэтажного дома был. Могли спокойно гулять дети и подобрать? Ну, у нас, по-моему, это было начало декабря. У нас была, к сожалению, ситуация, когда два подруга нашли один из таких объектов, и он разорвался с ними рядом, они получили ранение. Но, слава богу, выжили. И буквально, если мне память не извиняет, неделю-две назад уже забирали небольшой такой объект. Слава богу, дети, которые нашли, сразу сообщили. Патрульной полиции прибыли, саперы также. Мы тоже собрали обезвредители, у нас было без пострадавших. Но когда некоторым, кто находится в Харькове, или дальше в Полтаве, в Непропетровске, в каких-либо регионах, из-за того, что редко прилетают снаряды, кажется, что уже все обезвредили, даже в потенциально безопасных зонах, всегда нужно быть на чугу. Вот гуманитарная ситуация в освобожденных городах и селах непростая. Вот в Харьковскую область прибыли 8 фур гуманитарной помощи. И там и спальные мешки, и одеяло, солнечные лампы, и посуда. Все это от Мессион. Где сейчас тяжелее всего? Вот куда будет направлена эта помощь? Тяжелее всего у нас Купенские, Волчанские районы. Волчанские районы, северхарьковской области, они обстреливаются регулярно. У нас есть такие населенные пункты, как Дворечи, несколько сотен людей остались. Также остались дети. Они не, семьи не хотят эвакуироваться. И туда гуманитарная помощь волонтерами, представителями власти завозится, в прямом смысле, под обстрелами. Также это Купенск и все населенные пункты за Купенск узловой. Нам необъятную просто помощь предоставляли на протяжении всей войны, полномасштабной войны представители Европы, Швейцария, Дания, Австрия. Абсолютно все страны, которые передавали и еду длительного хранения, и средства обогрева, все сейчас первостепенно идет на те территории, в которых людям проживать сложнее всего. Невзирая на то, что коммуникации по максимуму восстановлены, например, по Харьковской области, там более 90% абонентов подключены, хотя в регионе сейчас и действует аварийное отключение, но все первостепенно отправляется в такие районы. И вот в Харьковской области работают 333 пункта несокрушимости. И вот самым большим спросом они пользуются как раз на деоккупированных территориях, где еще продолжается восстановление критической инфраструктуры. Сколько регион может при необходимости еще развернуть, вот доукомплектовать таких пунктов? Буквально сегодня утром разговаривала с представителями военной администрации. Если говорить не про центры несокрушимости, а в целом центры обогрева, то есть там, где можно также согреться, переночевать, зарядить телефоны, покушать, то еще порядка двух сотен по территории Харьковской области будут, они имеют возможность развернуть. Ну, отдельно есть еще там пункты, которые можно развернуть на территории Харькова. На данный момент с вот этими, несколько раз у нас были блокауты, такие фактически суточно, теми мощностями, тем количеством, которое развернуто, наш регион справляется. Знаете, такая печальная статистика. Нет такого вооружения, наверное, в российской армии, которое бы не использовалось по Харькову и Харьковской области. Это более десяти арт-систем, это в том числе и рапиры, тюльпаны, грады, это ракетные комплексы, эскандеры, ракеты «Воздух-Земля», это Х-101, Х-505, это крылатые ракеты, об этом рассказали в Институте судебных экспертиз. То есть вот ущерб региону нанесен колоссальный. Какие, возможно, хотя бы предварительные цифры можно назвать? Это десятки миллионов гривен. Назвать однозначную цифру не сможет сейчас никто, потому что у нас порядка 300 тысяч гектар. Сейчас необходимо, чтобы проверили как минимум саперы, там, где находится сельско-агротом, промышленность наша, какие-то объекты, которые обстреливались регулярно. На данный момент просто физически даже аудит заехать не может. Ну и для Харьковской области говорить о первоначальных цифрах рано, потому что и ракетные удары по нашей инфраструктуре наносятся комплексами С-300 с Белгорода регулярно по системе образования, по нашим колледжам. Поэтому, я думаю, даже предварительные цифры мы сможем назвать только уже после победы. В деоккупированных громадах, где, конечно, позволяет ситуация и позволяет безопасность, планируют возобновить работу супермаркетов. Это должно улучшить, конечно, гуманитарную ситуацию и урегулировать цены на продукты первой необходимости. Как и когда будут возвращаться торговые сети в регион? Разговор об этом, он только начался. Он ведется со стороны военной администрации как основного руководителя в нашем регионе. Потому что все-таки показатель того, когда будет безопасно для того, чтобы открывать крупные магазины в регионе, могут сказать только они. Сейчас же могу сказать, что мелкие магазины, супермаркеты, аптеки на декупированных территориях, в населенных пунктах городского типа села уже открыты и работают. Фактически некоторые пооткрывались через 2-3 дня после деоккупации. Поэтому места, где люди могут купить необходимо, уже работают. Наталья, спасибо большое вам за оперативную информацию. Наталья Попова, советник главы Харьковского областного совета, была с нами в эфире.